В администрации Заполярного района состоялось заседание седьмой сессии Совета депутатов. В повестке значились 15 вопросов. Парламентарии заслушали отчеты главы района, руководителя районной администрации и председателя контрольной счетной палаты за 2019 год. Все доклады были приняты к сведению и получили единогласную поддержку депутатов. Ирина Никешина продолжит. В ходе своего выступления глава Заполярного района особое внимание уделил работе с обращениями граждан. Всего в 2019 году в адрес главы поступило 70 сообщений на различные темы. По словам Виктора Ильина, оценить качество проделанной работы и удовлетворенность гражданина результатом рассмотрения его просьбы помогает обратная связь. Мы не только помогаем гражданину, но и узнаем, насколько проделанная нами работа поспособствовала решению ситуации и доволен ли гражданин к конечным результатам. Подобная система позволяет нам выявлять проблемные стороны в деятельности органов власти и организации. И, на мой взгляд, положительная оценка нашей работы жителями Заполярного района – это та цель, к которой нам необходимо стремиться. Также глава района пояснил коллегам, что взаимодействие не только с гражданами, но и с общественными организациями помогает органам местного самоуправления в решении волнующих населения вопросов. В прошлом году была активизирована работа с землячествами и национальными диаспорами, а также состоялись встречи в рамках работы Координационного совета при главе Заполярного района по делам инвалидов. Результатом стало получение обращения о том, что некоторые категории граждан, проживающие на селе, не имеют права на льготное посещение общественных бань, как сделано это, например, в городе. Такая недоработка привлекла наше внимание, и Совет совместно с администрацией отработали этот вопрос. И на сегодня мы имеем конкретный результат. С 1 апреля около 50 жителей наших муниципалитетов получили право бесплатно пользоваться услугами общественных бань муниципалитетов. В завершение своего выступления глава района озвучил задачи, которые он ставит перед Советом и администрацией Заполярного района на 2020 год. Ирина Никешина, Владислав Носкин, Телеканал Север.